Сельхоз, она страшна им на своей неотвратимости. Сколько можно заработать на баранах? Если мы делаем на молоке именно бизнес, нам нужно 300 голов. Порядка 50-80 миллионов рублей. Если они получают дома на земле, сельхоз не платит фактически никакого налога. Я тоже сначала стреляю, а потом уже разговариваю. Нам захотелось попробовать именно вот подстройку из говна и палок. Да, на фекальный метод. Мы это сделали. Здесь такое сельское наносколково. Давай, давай так. Если смотреть, то есть сколько можно заработать на баранах? Мы берем того же самого барана, допустим, если мы берем барана с нуля, вот сейчас родился барашек, так? Родился барашек, считаю, затраты на содержание фиг да нифига. Соответственно, дальше он у меня сейчас еще месяц особо сильно есть не будет. То есть он сейчас пока что кормится мамкой. Соответственно, где-то месяц еще я его покормлю там сеном. Стоимостью сена в данном случае можно пренебречь. Дальше он выйдет на траву. И максимум на него потрачу еще где-то тысячу, полторы тысячи рублей на зерно, соответственно, максимум на корм. И я могу продать тысяч за восемь. Но там чистая прибыль будет в итоге где-то усерденно 5-6 тысяч рублей с головы. Либо, соответственно, я опять же куплю барана за 2-3 тысячи рублей. То уже готового ягненка, да, которую возьму себе на подращивание. Закупил количество кормов небольшое на него и потратил время, соответственно, на содержание. И тогда я с него заработаю где-то с головы тогда 3-4-5 тысяч рублей. Но меньше геморроя. Но меньше геморроя. Продаю либо мясо, либо я продаю целиком. Либо я продаю, соответственно, целиком, соответственно, тушку. Либо, соответственно, там, Курбайн Байрам они будут сами покупать живаком, забирать, потому что у меня там свои технологии халяльного боя. Я вот обещаться не буду. У меня сейчас задача расширить поголовье где-то до примерно 50 голов. Тогда у меня начинается нормальное само воспроизводство. Фактически у меня поголовье начинает восстанавливаться самостоятельно, уже без закупок. То есть первые два года я закупаю, а дальше у меня поголовье начинает прородиться само по себе. Я себе ставил целью так, чтобы у меня было хозяйство, которое позволяло мне тратить на него не больше, чем 2-3 часа в день. Летом будут лошади в большом количестве. Обучение, соответственно, обучение верховой езде, соответственно, и прокат группы. Плюс, соответственно, это еще кони у нас сдаются еще на различные праздники, кони сдаются на съемки. То есть здесь наши коней ценят, потому что они выступают на бородино, а если хочешь на бородино, коня выставить, значит, коня надо обстрелять. Надо, чтобы конь не боялся разрывов, выстрелов, махов, шашки и так далее и тому подобное. То есть кони у нас здесь получается с устойчивой психикой, которая ценится киношниками. Плюс ко всему они обычно, соответственно, не убегать, когда с них падает всадник, а, соответственно, стоять неподалеку и ждать, пока всадник к ним подойдет и взберется обратно. Лошадь, она стоит недорого. Лошадь можно купить где-то сейчас, ну, от 80-100 тысяч рублей. Человек покупает лошадь. Потом смотришь, о, блин, на эту лошадь еще надо кучу всякого разного. И человек только-только слегка прошелся по магазинам, взял самый первый необходимый минимум, а еще 100 тысяч он уже потратил. Классно, что-то как-то лошадь уже не такая хорошая идея, как это казалось раньше. А дальше лошадь надо кормить. И отдавать каждый месяц за постой лошадь еще где-то порядка 15-20 тысяч рублей. У других нет времени ими заниматься и нет денег платить за их постой полную сумму. Поэтому они предпочитают со мной заключать договора, что давай, Алексей, ты используешь лошадь, и при этом становится всем хорошо. Я не замораживаю там, допустим, соточку в лошади, у нас делятся риски те же самые. Прибыль здесь считать довольно-таки сложно. Вот если есть конюшни из 10 лошадей, да, конюшни из 10 лошадей, значит, рабочих лошадей у тебя 7. Потому что это больная, это потертое, это под инструктором, это рожает, например. Можно в летний период с коня в день срубить спокойно 10-15 тысяч рублей. Другой вопрос, что после этого будет с конем? И сколько денег потом потратишь на его лечение? То есть экономика такая, что заработать на прокате конном можно. Но при наличии того, что либо, соответственно, мы берем по точным методам, соответственно, коней там убиваем, убиваем, убиваем. Соответственно, по осени мы эти коней сливаем, забираем, потом берем новых коней, соответственно. И опять-таки вечная история банка Бериала. Я могу сказать, что вот за год, первый год варки сыров, я где-то во все сыроваренное, закваски, формы, это, 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 где-то вложил где-то соточку. Я начинал варить вообще в ведре. Я хочу начать варить. Вот у меня здесь, соответственно, стартовое начало, здесь было 5 или 6 тысяч рублей потратил на два ведра, закваски и все прочее. И начал варить, помешивая, там белое ведро стоит, в этом ведре мешал, 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 да. Потом, соответственно, я пошел в какой-то момент, начал считать, блин, что-то у меня как-то мало денег остается. А потом смотрю, блин, я купил раз холодильник, я купил два холодильника. А я все то, что покупал по сырам, да, все сыроваренный котел, я покупал чисто с прибыли. Если мы считаем экономикой, допустим, амеретинский сыр. Ну, мы считаем, что выход из 10 литров, выход из 10 литров амеретинского будет 2 килограмма сыра. 750-800 рублей стоимость вместе с упаковками и со всем прочим. Ну, допустим, 1000 рублей вместе с ручным трудом, применительно ко всему этому делу. Потому что там не все 3-4 частоты над ним пляшут, да. 2 килограмма где-то 1400-1500 рублей в продаже. С этого сыра остатки, то же самое, сырная сыворотка. Сырную сыворотку можно пустить на сыр, соответственно, брюност или на сыр рикотта. Заработать с этого еще где-то 1000 рублей дополнительно. Вот. Но получается так, что та же самая сыворотка может пойти на корм тем же самым свиньям. Спрос приходит, соответственно, с домовых чатов в Москве, периодически возим туда. Спрос приходит с дачи Бородино. Спрос приходит с СНТ Венки и деревни Криушино, соответственно, все по местности. Если я захочу там возить на всякие рынки, реализовывать все так далее и тому подобное, это будет дорого, потому что 30% от цены мне придется сразу списывать. Там списывается в брак большое количество, списывается, соответственно, большое количество по налогам, по Меркурию, по всему прочему. Заработать, если вот мы с тобой говорим о заработке, да, то есть если бы, допустим, сейчас вдвоем с тобой работали, я тебе могу сказать, что вдвоем мы с тобой на сырах здесь летом вполне спокойно бы заработали 100-150 тысяч рублей на двоих при занятости где-то порядка 5-6 часов в день. Нет, зимой мы бы с тобой поставили бы, заложили бы твердые сыры, которые продавались бы у нас летом. И тогда бы у нас в следующем лете мы заработали бы с тобой где-то порядка 200-250 тысяч рублей на двоих. А сорта ты определенные выбрал? Сорта определенные выбрал. Качота, который мы с тобой ели, она хранится там 2-3 месяца. А Меретинский хранится неделю. Белперкноли хранится до года. Соответственно, то есть берешь разные сорта сыров, то есть для того, чтобы был ассортимент, для того, чтобы был определенный срок хранения. Например, моцарелла зимой она варится плохо. Моцарелла будет вариться ближе, соответственно, к апрелю, маю, июню, когда коровы перейдут на траву, на обычную. Иначе, соответственно, приходится много колдовать с моцареллой по pH, по всему прочему, чтобы получалось нормальным, хрустящее и так далее и тому подобное. На зимнем молоке это сделать сложно, то есть мне это проще сделать на летнем. Причем у тебя коров нет, это ты коров... Своих коров я сейчас не потяну. Закупаешь? То есть молоко мне проще закупить, соответственно. И вот опять же у нас сложилось отношение с фермерами, то есть когда я беру тоже самое сыр, варю сыр в обмен на то же самое молоко. То есть меня отдают бартером молоко на сыр на определенные сорта. Вот. Они его продают как свой. Получается так, что если я буду, допустим, сейчас содержать корову свою, у меня стоимость литра будет где-то порядка 30 рублей. Дешевле я не упаду при таком небольшом количестве. Получается так, что закваски не учитывают особенности молока, биохимии местных коров. То есть мне надо индивидуально подбирать. То есть у нас там лежит допустим МАЗДАМ. То есть я знаю, что по нормам вот у меня пропионовые бактерии такие-то, эти бактерии столько-то. Гипотетически через месяц там должен быть МАЗДАМ. А правильно ли я сделал рецептуру и правильно сварил, я узнаю только через месяц. Потому что может быть этот сыр пойдет там чисто для собственных нужд, или вообще придется выкинуть. То есть у меня приходится замораживать энное количество денег на экспериментальные сорта. Вот допустим мы начали делать КАМАМБЕР, КАМАМБЕР в принципе мне нравится. Да, плесень есть, вкус есть, все хорошо, пересыхает. Начали делать увлажнение, взяли оборудование там тип 1, допустим, перегорают датчики. Перегорают датчики, не держит влажность. Поменяли датчики, взяли другой настрой, чтобы начала получаться нестабильная влажность. А все это время КАМАМБЕР соответственно идет на продажу, такой КАМАМБЕР я бы не пускал. Для себя все хорошо, там все едят и нахваливают, приходят гости, Алексей давай еще, но не продажного уровня. И вот это вот идет еще одна причина, почему на своих коров не хочется. Потому что будут свои коровы, у меня не будет времени на все эти эксперименты, я буду заниматься текучкой. На одну корову мне надо закладывать 1 гектар. Минимальное рентабельное стадо коров 300 голов. Вот посчитано, пересчитано еще и до нас 300 голов коров позволяет соответственно зарабатывать на молоке. Меньшее количество голов позволяет заниматься самозанятостью, а не бизнесом. Но вот если мы делаем на молоке именно бизнес, нам нужно 300 голов. 300 голов это как минимум потребует инвестить порядка 50-80 миллионов рублей. Минимум. С учетом инфраструктуры, с учетом коровника, стройка, земля, да им надо еще где-то, чтобы было место для выпаса. А ты КФХ прямо здесь зарегистрировал? Рядом, в паре километров. Потому что, соответственно, прямо здесь нельзя. Потому что вот этот участок должен остаться в собственности физика, а не Юрика. Потому что штраф за большевик на физика 5000, а на Юрика 300 тысяч. КФХ нужно для того, чтобы получить землю на торгах. То есть, на ЛПХ я могу оформить не больше, здесь по ПЗЗ, по-моему, не больше, чем 0,5 гектара или 1 гектар. То есть, соответственно, арендовать, купить, неважно что, не могу. То есть, у меня для того, чтобы обрабатывать и владеть большим участком земли, ну, относительно большим, мне нужно где-то порядка иметь КФХ. Мне нужно, соответственно, здесь, под мой проект, где-то 10 гектаров. То есть, я хочу в конечном итоге сделать именно, как говорю, усадьбу. То есть, у меня есть запрос от инвесторов. То есть, как это выглядит? Здесь порядка 10 гектаров, соответственно, площади по проекту. Из них где-то 4-5 гектаров отданы именно инвесторам. Те, которые хотят, соответственно, свой дом с каким-то своим побочным рядышком производством, долей в производстве, своим натуральным продуктом. То есть, у них стоит красивый бревенчатый домик. Рядом работают крепостные. И есть контролирующий орган. То есть, они не ввязываются в управление, не ввязываются в операционку. А у них на старте есть бабло? А у них на старте есть бабло. То есть, они готовы бабло потратить. То есть, сам проект это примерно под 50 миллионов. Инвесторы получили долю в КФХ. Они получили землю. То есть, они уже не просто так потратили деньги. Им говорят, что, ребят, сельхозка вещь непредсказуемая. Вот вы деньги, вы фактически вливаете в никуда. Заработаем деньги, охрененно повезет. Не заработаем деньги, вот у вас есть доля в КФХ, вот у вас есть земля сельхозка, вот у вас есть дом построен на этой земле. Все. Вот минимальный вариант входа там от 2-3 миллионов рублей. Я, соответственно, часть этих денег по уставу пуляю в развитие, а часть денег оставляю себе. И поэтому они заинтересованы в том, что пока у меня есть демонстрационное производство, к их домам никто не цепляется. Они получают дома по низкой стоимости, они получают дома на земле. Сельхоз не платит фактически никакого налога. А, вот это да. Да. То есть, они не сидят в жопе, как в СНТ дома. Они имеют, соответственно, то же самое, гордо, что вот я вот аграрий. Могут гордо про это сказать. Но при этом это просто ИЖС частное домовладение. Но при этом ИЖС частное домовладение. Но замаскированы под КФХ. И в какой-то... Но как замаскированы? Да, но при этом КФХ есть, да. А если бы они строили земли, вернее дома ИЖС, это было бы... Раза в три дороже. Все, вот то, что мы здесь сидим, вот это вот все, где-то порядка 400 тысяч рублей. Все, вот если нет денег на квартиру в Москве, вот те студии там в Можайске, 400 тысяч рублей по материалам. Ну и подолбаться. Ну, казалось бы, это когда еще не было подорожения материалов. Казалось бы, в России они лучше, например, вокруг там 8 пилорам. Но проблема в том, что на этих 8 пилорамах нет нормального леса. Ну вот. Для того, чтобы найти, соответственно, пока ты ищешь по этим пилорамам, ищешь нормальный лес. Заказываешь, смотришь. И поскольку ты здесь там человек левый, да, ты здесь особо сильно никому не нужен. Тебе либо пытаются парить говно, либо ставят тебя в очередь. Типа, может быть, потом, когда у тебя все дело будет. Ладно, наконец, ты находишь лес. И в этот момент у тебя идут дожди. У тебя начинаются дожди, и ты банально не можешь завести материал. Ты ищешь тракториста. Та, которая, соответственно, будет тракторист не бухой, соответственно, не колымить. В этот момент он не будет заниматься различными сельскохозяйственными работами. Знает, где пилорама. Банально на завоз, соответственно, первой части всего этого дела, первой части деревяшек у тебя уходит где-то месяца полтора. Значит, ты так сидишь, думаешь, вот, считаешь, вот, у тебя окна на дом стоят на порядка 80 тысяч. И ты сидишь, думаешь, как можешь сэкономить. О! Бэушные окна, свежие из новостроек, которые только что сняли. Тебе особо сильно герметичные не нужны, потому что, соответственно, всё домик маленький, прогревается быстро. Там тройные, четверные стеклопакеты не нужны. Ну, обычно простенький, взял, поставил. У тебя там окна на два дома, в итоге стали там 1015. Ну, а сейчас 1025. Молодец! Вот почему я вот сейчас именно не тороплюсь оформлять что-то на себя. Мне здесь, для того, чтобы ушло, прошло какое-то время, что я не сам по себе, я не наглый москвич, да, а представитель местного, на это уйдет лет пять. Пока меня начнут ассоциировать, что вот это вот Лёха, который не просто там понаехавший, да, а уже местный. Когда вот любые вопросы вот здесь, это дикое количество всяких санкций между собой. Вот когда во всё это дело начинаешь врастать, договариваться, врастать, прорастать и так далее и тому подобное, ну, жить становится проще. Да, всё равно пытаются поймите. Ты, опять-таки, есть бюджет на штрафы? Меня могут часто штрафовать за то, что я достаю деревья из леса, павшие с помощью бензопилы, потому что должен формально делать лапками, да, валежник, пожалуйста, забирай, но лапками, да. С другой стороны, егеря, соответственно, пнут за нехватку, за нерасчищенную полосу. Поэтому егерю надо, чтобы всё это дело расчистили. Поэтому я, как кот Шрёдингера, я должен и собирать деревья, и не собирать, и расчищать, и не расчищать, да. Дальше, соответственно, егерю надо, чтобы здесь присматривали. Потому что народу вот в оконцове выгодно, чтобы здесь сидел, ну, скажем так, более-менее русский, с которым может договориться, который не вырубает дико лес, не выводит отсюда грунт, не испохавливает всё, ну, тот, который более-менее нормально хозяйствует. Субтитры создавал DimaTorzok